Перенесла достаточно долгий перелет, и долго была... Процесс аккумуляции пошел. Так вот, Олегья думает, что, может быть, она не сможет выполнять все, что нужно, так, как нужно, как он хочет. Потому что должно пройти 2-3 дня после приезда, после перелета. Но посмотрим, что она сегодня. Ты мой молодец, маленький. Можно сказать, что это самая первая тренировка для собаки. Слушай, это... 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 нет? Да. Олегья сейчас объясняет, что когда он бьет собаку, он в то же время немножко гладит, чтобы она ему все же продолжала доверять. Вот сейчас он говорит, Екатериня, погладь, погладь его. И когда собака кусает, нужно дать ей компенсацию за это, чтобы она продолжала... Ее поблагодарить за хорошее действие, за то, что она выполнила то, что от нее хотели. Вот сейчас он возьмет ткань, которая сейчас уже принадлежит к щенку, и заставит себя укусить. Рецепт смотрите по сиденьке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас он развивает из щенка чувство собственности. То есть он должен, щенок должен сейчас понять, что эта ткань принадлежит ему и нужно ее защищать. Но вот опять же, он не забывает о том, что его нужно поглаживать. Снова поглазить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он говорит, что во время тренировки обязательно нужно с собакой разговаривать, чтобы она не теряла доверие к человеку. Потому что все-таки спортивная собака, она должна ему человеку доверять. Богу отсюда. Руслоп Молодец, выполнил то, что у тебя хотела. Молодец. «В этом violence, когда щенок еще совсем маленький, нужно развивать у него инфекцию путанья, защиту своей собственности». То есть, в то же время, нужно обязательно поддерживать его веру в человека и руковаривать своими гадиками. Видите, Олегья постоянно что-то наговорит, говорит, молодец, молодец, так, посмеивается, поглаживает. И очень важно то, что его хозяйка его, скажем так, благодарит за то, что он выполняет все, как нужно, то есть поглаживает его, обратите на это внимание. Вы видите, что Олегья бьет собаку танкой, на самом деле это только, скажем так, видимость просто Олегья, потому что она считает большей суммы, но не передается, но приснилась собаке боль. Сейчас, кажется, нужно лишь кого отпустить, чем-то. Хорошо, что можно выловить? Отлично! Выполнял пистолетний. Он сейчас еще собаку убегает. И догоняет. Я знаю, что он не делает. А вы с Кузенькой? А вы с Кузенькой? А вы с Кузенькой? Да, конечно. И вот, не на тряпочку. Будет, потому что у него только везде. Не, порадит. Чтобы он не взял. Ах! Может, не ты уходишь. Ай, ладит! Ай, ладит! Эй, ладит! Мама! 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 Порядка! Мама! Натально, пизд armare не ассуму ее, все овощи везда. Мама! Вообще-то, они создают щенка, чтобы его нахватываться не кончиком, Потому что овсей пастью полностью. Вот молодец, вот он полностью, овсей пастью эту ткань. Сразу, сразу не ел. Вот сразу замечательно. Топка с щенком, она не должна быть очень длинной, потому что щенок быстро достаётся в свой союз. И, конечно, нужно начинать обучение щенка с предметов. А потом уже переходить к нападению на человека. Вот сейчас Олегье украдёт у щенка ткань. Екатерин нужно будет уйти в площадке. И это сделать не обращая внимания на щенка. И вот он должен будет сейчас показать, что ему нужна эта ткань. Смотрите, как щенок проявляет свое желание вернуть себе ткань. Он не хочет ищет, а указать ему. Олегье так обучает щенка работать на площадке. Именно работать, а не справлять нужду или ещё что-то в этом духе. Программа закончилась, потому что Олегье объясняет это так, что в следующий раз, когда щенок выйдет на площадку, в его памяти останется вот эта желтая ткань, и он будет её искать. Это может произойти и день спустя, и неделю спустя после вот этой сегодняшней тренировки.